Даже телевизор страшно иной раз смотреть, а вдруг услышат, а вдруг придут, а вдруг выгонят, вдруг выкинут на улицу, куда вот, ну куда вот, я не знаю. Татьяна Сыроваткина вздрагивает от любого стука в дверь. Боится, что снова придут судебные приставы и будут угрожать выгнать их на улицу. По словам женщины, в общежитии номер один. По улице Студенческая она вместе с двумя несовершеннолетними детьми проживает около пяти лет. Комнату ей дали после того, как она устроилась сюда работать уборщицей. Что за закон? Как они могли подать суд, что у меня вообще детей нету? Я была в шоке. И вот так выселить детей несовершеннолетних на улице? А кажется, есть такой закон, существует. Есть такая помятка в законе, ведомственная, неведомственная, что если дети несовершеннолетние, их нельзя выселять. Ни в коем случае не то, что выселять, их выписывать нельзя. Директор Нижнекамского сварочно-монтажного колледжа, в чьем ведомстве находится общежитие, поясняет, что право проживать в комнате ей было дано только на период работы в организации. Это прописано в договоре и ее об этом не раз предупреждали. Значит, решение Нижнекамского городского суда принято выселить Сароваткину Татьяну Николаевну без предоставления другого жилого помещения. По словам руководителя, зарегистрирована в общежитии она была одна, и дети с ней до этого не проживали, заверяет Михаил Павлов. Да и долг по кварплате уже перевалил за 60 тысяч рублей. Были замечания по поводу того, что она, значит, некорректно вела, мягко говоря, со студентами. Было замечено, значит, употребление спиртных напитков и, по-моему, даже были не выходы на работу. Предложить Татьяне снова работать в их организации и жить в комнате общежития начальник уже не может. Говорит, свободных вакансий нет. Да и на это жилье уже претендует преподаватель колледжа. Сейчас Татьяна работает поваром в школе, но заработанных денег не хватит даже на съемную квартиру. Нижнекамка в отчаянии. Попасть на прием к мэру города у нее не получилось. И как быть дальше, она не знает. Регина Шигапова, Максим Галимзянов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова